Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла в истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим о истории Византийской империи. Мы дошли до падения дома Камнинов, перехода к власти дома Ангелов. Это 1185 год. Прежде чем пройти дальше, я напоминаю, что идет война, которую развязала путинская Россия против Украины еще в 2014 году. Эта война началась, захват Крыма, оккупация части Донецко-Уганской областей. Ну а с февраля 2022 года полномасштабное вторжение, военные преступления, зверства со стороны российских войск, которые превзошли по своим преступлениям гитлеровцев уже однозначно. Ну, например, подрыв плотины Каховской ГЭС. Крупнейшая экологическая катастрофа 21 века. Ну, по крайней мере, до сих пор. Крупнейшая со времен Чернобыля, наверное. Имеется в виду катастрофа, вызванная человеческим фактором. Ну, и плюс почти ежедневные обстрелы каждую ночь крылатыми ракетами, где Россия стреляет по гражданским объектам, по инфраструктуре, по жилым домам. То есть, это все военное преступление. Ну, и вот я вынужден находиться не дома. Тут более безопасное место. Ну, не совсем, конечно, безопасное, но тем не менее. И вот, если у вас есть желание, возможность помочь в моей работе, пожалуйста, у вас есть такая возможность присоединиться на патроне. Подписаться на мой канал в YouTube. Ну, просто подписаться и стать членами этого канала. Мембершип второго уровня дает право смотреть видео без рекламы на неделю раньше. Мой канал Валхохлов. Подписывайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки. Итак, 1185 год, Византия, несколько лет Смуты было до этого, потом тирания Антроника Камнина. И вот это привело к тому, что вторгся король Сицилии, Венгерин II. Предлогом было то, что во время Смуты был грандиозный погром латинских купцов, ну, итальянских в первую очередь, которые жили в Константинополе. Там несколько тысяч человек было убито. Ну, и вот Норманы вторглись. Норманам только нужен предлог. Но, в принципе, вот заполучив корону, Антроник Камнин проявил большое рвение по части истребления знати и борьбы с заговорами, но не смог эффективно отразить это вторжение. Да, он собрал целых пять армий, но, по всей видимости, он боялся дать кому-то командование единое, чтобы там его не свергли. Ну, и это все было очень невнятно. В итоге разразилось такие восстания в Константинополе, когда этот Антроник попытался арестовать одного из знатных людей, Исаака Ангела. Этот Исаак проявил твердость, поднял восстание, сбросил Антроника. Антроника казнили, а Исаак зашел на престол под именем Исаак Второй Ангел. Ну, Ангел это фамилия. Это вот дом ангелов, о котором мы, собственно, в этот раз и говорили. Достаточно быстро после этого, осенью того же 1185 года, вторжение Норманов было остановлено. И хотя в Википедии написано, что это произошло благодаря деятельности Исаака Второго, а Успенский считает, что нет, что Исаак Второй вряд ли приложил к этому руку, потому что, ну, это буквально два месяца со времен его воцарения. И, скорее всего, все предпосылки к победе над Норманами были заложены еще в царствение Ангелоника, то есть отдадим ему должное. А Исаак Второй просто воспользовался этими плодами. И, да, он доверил командование одному человеку. Это все стало действовать быстро, решительно. И одержали победу. Ну, это кратковременное нашествие Норманов. Оно, на самом деле, оказало более такие важные... Имело более такие важные последствия, о чем мы сейчас и поговорим. Но сначала несколько слов о личности Исаака Второго Ангела. Да, он провел мужество во время мятежа против Андродика Камнина. Но заняв трон, он не показал себя выдающимся монархом, как пишет Успенский. Он любил роскошь, богатый стол, одевался в пышные одежды, каждый день принимал ванны, натирался благовонным маслом, окружал себя шутами, мимами, странниками, охотно слушал сказки, песни, предавался вину женщинам. Ну, то есть, такой вот симбонит. Кроме того, расцвела коррупция, потому что там родственники были, вот семейство ангелов пытались дорваться до Крымушки. Там все, как и при предыдущих правлениях, при Камнинах, это все продажа должностей там расцвела. Но ЗАГ оказался не способным отвечать на те внешние вызовы, которые возникли, в принципе, во многом из-за нормандского вторжения. Когда на Балканах увидели, что власть Византии слаба, то подняли голову те, кто до этого был загнан под Плинтус, скажем так, потому что уже более 150 лет болгаров покорили. Это Василий II болгаробольца, мы об этом говорили в предыдущих выпусках, которые разгромили Первое Болгарское царство. Но вот когда болгары увидели, что Византия слаба, что там смуты, что там нашествие норманов, то появились новые лидеры, это братья Асани. Как раз в том 1185 году они начали как бы восставать, их поддержала болгарская знать. Там нельзя сказать, что прям было какое-то единовременное, расстание, но тем не менее они выступили весной 1186 года. Исаак II пошел против них, разгромил на самом деле довольно легко на этих Асани. Но он тут же расслабился и подумал, что все, теперь можно пустить на самотек и можно почивать на лаврах. На самом деле это была очень ошибочная, конечно, вещь, потому что да, братья Асани оказались вытеснены за Дунай, на территории современной Румынии, где тогда кочевали половцы, и они с половцами договорились. Пошла позиционная борьба, то есть осенью 1186-го болгары с половцами идут, Исаак II их опять отбросил, потом те опять нападают. Там с переменным успехом шли эти стычки, где-то до 1189 года. Также подняла голову Сербия, потому что там был такой великий жупан Стефан Неманя, который Мануилу Каммину покорился, но во время смуты он опять поднял голову, чем он там в общем-то хуже, а он человек такой довольно решительный, пытался расширить свои владения, это ему удалось, и пытался добиться независимости. Ну вот в частности у Византии он захватил город Миш, затем он обратил внимание на Далмацию, то есть на нынешнюю запад Хорватии, прилегающей к Адриатике, добился ее присоединения к Сербии. Почему для нас здесь опять-таки важен 2189 год? Дело в том, что в этом году через Балканы в Третий крестовый поход идет немецкое войско под командованием Фридриха Пропоросы. Сербии и болгары воспользовались ситуацией, попытались завязать контакты с Фридрихом. Сначала это не очень им удавалось, поначалу Фридрих все-таки хотел искать союза с византийским императором, но у греков политика была не гибкой, они были такие довольно лживые, коварные, они боялись христоносцев, они опять-таки пытались искать, ну шпильки им всякие вставлять, искать какие-то союзы против христоносцев. В общем Фридриху это не понравилось, и в итоге он пошел на союз со славянами, с сербами и с болгарами. И опираясь на этот союз, в 1190 году сербы и болгары объединили свои усилия и выступили против Византии. Но следует сказать, что в военном отношении Исаак Второй действовал успешно, несмотря на все там, что пишет Успенский, все-таки я вижу, что успехи у этого императора военные были, но стратегически он оказался слаб. И в конце концов, несмотря на какие-то свои одержанные победы, он был вынужден заключить мир с Стефаном Немани, признал за Сербии города Белград и Нишу, Белград в частности входит в сербскую орбиту с этого времени, также обручил сына Немани с дочерью своего брата. При этом Византия вернулась себе контроль над таким городом, как Дубровник, например. Против Болгар военные действия были неудачными. Исаак Камнин выступил в том же 1190 году против Болгарии, но отступил. То есть, ну, как бы его не разгромили, но он был вынужден отойти. А в 1194 еще раз он идет против Болгар. И тоже неудачный поход. Тоже без какого-то, по-моему, разгрома, но ничего он не достиг. И уже византийская знать недовольна, что, типа, император ничего не может добиться против этих Болгар. А он опять идет на Болгар весной 1195 года. И он хочет одержать уже решающее поражение, но это ему не удается, потому что в столице вспыхивает мятеж, который поднял его собственный старший брат Алексей. И вот представители этих мятежников прибывают в лагерь. Там Исаака никто особо не защищает. Его захватывают, везут в монастырь и ослепляют. А его старший брат садится на трон под именем Алексей Третий Антон. Это происходит в марте 1195 года. Да, он попытался договориться с братьями Ассанями, но те выдвинули такие условия, что переговоры оказались неудачными. Но Алексей Третий успешно действует дипломатически. Он разжигает противоречия в среде болгарской знати. И в 1196 году Иван Ассань был убит. А его брат Петр в своей борьбе со знати он был вынужден искать компромиссы с Алексеем Третьим. Идет на подчинение Болгарии и Византии. Это ему, кстати, не помогло, потому что в следующем году и в том же его убили тоже. То есть вот эти братья Ассани, они были убиты. А убийцей вот этого Иоанна Ассани был некий боярин Иванка, который был связан с Византией. Там Алексей Третий его принял, даже выдал за него свою внучку. Но этот Иванка не смог стать правителем Болгар, потому что у Ассани был еще третий брат. Его обычно называют Калаян или же Иоанница, его также называют. То есть это такой достаточно сильный оказался правитель, который привел Второе Болгарское царство к большим успехам. В 1199 году Алексей Третий пытался воевать с Болгарией, но Калаян сумел добиться единства знати и отразил нападение византийцев. А в 1201 году уже болгары переходят в наступление. Калаян взял города Констанция и Варна. После этого Алексей Третий был вынужден заключить с болгарами мирный договор. Неблагополучно для Византии шли Лай в Сербии. Правил там Стефан Второй, это сын Немани. Он был женат на дочери Алексея Третего. Но по какой-то причине отослал свою жену обратно в Константинополь. А в 1202 году этого Стефана Второго, к тому же сверх его старший брат Вукам, который был более склонен к союзу с католиками. И в частности вот с папой он там пытался договориться, чтобы тот дал ему корону Сербии, то есть стал признанным таким королем Сербии. И это был, кстати, ряд папа Иннокентий Третий, вот этот самый знаменитый папа, при котором папская власть достигла совершен своего могущества. И к тому же тогда же в этом 1202 году в переписку с Иннокентием Третим вступает также болгарский царь Калаян, который тоже хочет корону. И даже не просто королевскую корону, а он стремится к тому, чтобы папа признал его императором болгар и балахов. Но, впрочем, папа на это не пошел. Кроме того, этот 1202 год для нас является также важным, потому что разворачиваются события, которые приведут к 4-му крестовому ходу. Ну, сам поход он был объявлен до того, но это сейчас для нас не очень важно. Крестоносцы, которые собираются идти в Святую Землю, опять им нужен флот. Они обращаются к Венеции. Венеция берет за свои услуги дорого, но говорит, что типа можете, если денег нет, то оказать нам услугу. Какую услугу? Взять и город Зара. Или, по-моему, Зарар, сейчас называется, на Адриатическом берегу. Вот возьмите его для нас, и тогда мы там вам скостим. Сейчас стоимость большую. И крестоносцы там устраивают лагерь. Январь 1203 года в этот лагерь прибывает молодой человек. Называется Алексей Ангел. Кто этот Алексей? Это сын Исаака Второго. Дело в том, что Исаака Второго сверли, ослепили, а его сына оставили, ну, в принципе, просто в Константинополе, как такого, не то чтобы пленника, но под домашним арестом. Ну, за ним следили, конечно, наблюдали, но ему удалось, в конце концов, вырваться. И вот он бежит туда к крестоносцам и говорит, что я сын законного императора. Помогите мне, моему отцу. Верните моего отца на трон. Он слепой, его ослепили, а я фактически буду править. Я вам щедро заплачу за это. И крестоносцам нужны деньги, потому что им надо расплачиваться с Венецией. И крестоносцы соглашаются. И Венеция тоже настаивает на том, чтобы крестоносцы согласились. Почему? Потому что у венецианцев свой договор с этим молодым человеком. Алексей обещает венецианцам большие преференции. Потому что до того, как вы помните, за 30 лет был такой погром венецианский. И венецианцы в многом утратили свои привилегии. И в общем идет речь о том, чтобы венецианцы опять стали главной такой морской республикой для Византии. Главным торговым партнером Византии. И они тоже хотят поучаствовать. В общем, все они договорились. И они летом этого 1203 года прибывают под стены Константинополя в июле. Алексей Третий пытается сопротивляться. Крестоносцев было порядка 30 тысяч. Это не так уж и много. У Алексея Третьего войск было больше. Но действует он как-то не особо удачно. Там совершает вылазку. Вылазка оказывается не очень успешной. А флот византийский, он очень слаб оказался по какой-то причине. То есть венецианцы блокируют город с моря. И в конце концов Алексей Третий бежит из города. Возвращают на трон Исаака Второго. Реально править начинает его сын. Вот этот самый Алексей, который известен как Алексей Четвертый Ангел. И он честно пытается соблюсти все то, о чем он договорился с крестоносцами. Он начинает выплачивать им большие суммы денег. Дает ревенецианцам привилегии. Но денег в казне мало. И приходится повышать налоги. И брать очень много денег с горожан, с жителей Константинополя, которые, разумеется, недовольны. Возникает сначала слабое недовольство, потом оно все усиливается, усиливается. И вот январь 1204 года уже очень сильное недовольство в городе. Этот вот Алексей Четвертый, он ведет переговоры с крестоносцами, чтобы как-то рассрочить эти платежи. Переговорщиком у него выступает некий Алексей Мурзуфу. Из рода Дука, на самом деле. Алексей Дука, но по прозвищу Мурзуфу. Этот Алексей Мурзуфул оказывается человеком очень коварным и хитрым. Когда он видит, что в Константинополе вспыхивает мятеж. А в мятеж поднимается народное восстание. И они некоего Николая, тоже знатного византийца, там вроде как провозгласили императором, но там знать их не поддержало. Алексей пытается, этот Мурзуфул, Алексей Мурзуфул пытается вести переговоры от имени Алексея Четвертого и его отца Исаака Второго, но ведет он в свою пользу, а не в пользу ангелов. И в итоге этот Алексей Мурзуфул так хитро повернул дела, что знать поддержала его, гвардия поддержала его. Они схватили Исаака Второго и Алексея Четвертого, бросили их в тюрьму. Того Николая, за которого был народ, его вообще убили. Алексея Четвертого убили в феврале 1204 года в тюрьме. А Старый Исаак Второй, ну, Успенский считает, что он умер от горя, когда узнал, увидеть он не мог, он уже был осветлен, узнал, что произошло с его сыном. В общем, все. Дом ангелов в Константинополе пал к власти пришел Алексей Пятый и Мурзуфул. Крестоносцы этим недовольны. Они такие, что мы тут помогли Алексею Четвертому, а тут его свергли, убили. Что ж получается, этот человек, Алексей Пятый, он самозванец, обманщик, и вообще, ну, он поступил так, как не по нашему кодексу чести. И они начинают в марте 1204 года планировать захват Константинополя. Штурм начинают в апреле, по-моему, 9 апреля. Это вот первое начало штурма. 12 апреля ключевая дата. Они, в общем-то, берут Константинополь. Ну, и к 13 апреля они захватывают город. Этот Алексей Пятый бежит. Знать пытается там выбрать нового императора. Они даже выбрали Константина Ласкаря. Но в ночь, как раз, 12 на 13. Но уже все поздно. Этот Константин понимает, что все, город уже захвачен. И он тоже бежит. В общем, 1204 год. Апрель. Падение Константинополя. На этом заканчивается история Византийской империи. Начинается история Латинской империи, латинских государств Греции. Потом Византийская империя будет восстановлена. Об этом мы будем говорить позже. А пока я не буду сейчас подробно говорить о деталях вот этого захвата и тому, что предшествовало. Есть выпуск в выпуске первого сезона. Выпуск номер 29 о крестовых походах. В частности, предпосылки и как шло развитие четвертого крестового похода отсылаю туда. Выпуск номер 30 того же сезона. Это Латинские государства в Греции. Где подробно рассмотрена история и Латинской империи, и других государственных образований на территории Греции. А здесь мы будем говорить только о тех греческих, скажем, двух государственных образованиях. Ну и вот в этом выпуске о том, что называется «Арпийский деспотат». Итак, апрель 1204 года. 12 апреля крестоносцы врываются в Константинополь. В 13 апреля они берут город. Там по обычаям тех времен город на три дня дается на разграбление. И Константинополь это самый большой, самый богатый город тогдашнего христианского мира. Он был жестоко разорен. Церкви были разграблены, осквернены, монахи насиловали, с тверей собора Святой Софии сорвали украшения, там, золото, серебро. Разорили могилу императора Юстиниана, потому что искали драгоценные камни. Ну и так далее. В общем, все эти бесчинства, которые там описывают византийские хронисты, это все имело место. Через три дня порядок восстановили. Было объявлено создание Латинской империи. Ее в главе стал граф Лангий Балдуин. Второе по значимости образование. Сама по себе империя это, в принципе, был конгломерат государств. Самым большим из них и важным стало королевство Тессалоники. Там власть получил Бонифаций Монферратский. Это был второй лидер Четвертого Христового похода после Балдуина. Ну, Балдуина там вскоре убьют. Там большую роль будет играть его младший брат Генвих, который станет императором. Но фактически у императора и у его брата владения были это небольшая часть в Афракии. И в основном Малая Азия полагала, что им отойдет. А на европейском континенте в основном все получил Бонифаций. Ну, а Венеция получила часть на Западе владений и острова в основном. Значит, ну, нас интересуют сейчас Балканы в этом выпуске. И здесь вот Бонифаций Монферратский главный группу. Там был обмен территориями. Это все смотрите в выпуске номер 30 первого сезона. Там подробно это все изложено. Но Бонифаций досталось что? Македония. То есть, от Кассалоник. Ну, то есть, то, что в Греции Македония. То, что сейчас Северная Македония. Далее ему досталась собственно Греция. И вот на Западе нынешней Греции находится такое образование территориальное называется Эпир. Оно еще с древних, с античных времен известно. Там вот царь Пир был, собственно, в этих местах оттуда. То есть, вот эта территория Эпир и примыкающая к ней часть Албании. Ну, в принципе, можно сказать, что почти вся Албания тоже туда в те владения входила. Бонифацию потребовались люди для того, чтобы ну, как бы он их мог отправить в разные части своего коровства и они там были его представителями. И вот один из таких людей это был Михаил Ангел Камнин Дука. Он из рода Ангелов, из того самого, из которого были вот императоры, о которых речь шла. Он их был родственник, он был двоюродный брат Исаака Второго и Алексея Третьего. А еще он был правнук Алексея Первого Камнина. То есть поэтому вот Камнин. Ну и также Дука. Видимо, какие-то родственные связи с Сергеем Дука тоже были. То есть вот три самых знатных византийских фамилии он был их представителем. Ангелы, Камнины и Дуки. Но он был, правда, незаконнорожденный сын. И человек, он был честолюбивый, беспринципный. Как-то он оказался даже замешан в убийстве губернатора Эпира. То есть его отправили. Там был уже человек, который этим Эпиром управлял. Но этого человека убили. И этот Михаил как-то был в этом замешан. И он захватил власть. И вскоре он стал править как независимый правитель. То есть он нарушил свое обещание королю Бонифацию. И опирался он на местное население на беков и на албанцев. Потому что видел, что те не хотели власти латинян. И собственно он возглавил это движение. То есть он один раз предал. Ему надо но он был как бы там все-таки в слабой позиции. Ему нужен был союзник. И он обращается к папе Римскому. Он пишет такое письмо очень униженное, что типа я там буду защищать церковное имущество. Я буду там слугой папского престола. И папа ему ответил что типа да хорошо там Михаил ты будешь защищать моих представителей в этой части. И это позволило Бонифакцию сказать Михаил сказать вот Бонифакцию. Но Бонифакция вскоре убили в 1207 году. И тогда там император Генрих уже в основном вмешивался в Греции. И он сказал императору Генриху что вот я представитель папы. У Генриха был забот и так выше крыши. Его грозным противником был болгарский царь Калаян который собственно его брата пленил и вроде как убил. Ну считалось что Балдуин пропал но как сейчас очевидно Калаян Балдуина убил в бою. И также у Генриха были противники в Малой Азии. То есть ему еще с Апиром воевать. Ну как бы к тому же есть у человека письмо от папы. Ну в общем заберился Генрих с этим Михаилом. Далее Михаил вступает в отношения с Венецией. Потому что флота у него нет. Ему важен Венецианский флот. А Венеция важнейшая морская держава того времени. И он сказал что вот давайте я буду вашим вассалом. И тем самым он предал Генриха. Потому что ранее он был вассалом Генриха. И этот союз Михаила с Венецией был направлен против Генриха. Михаил начинает воевать с ним. Как бы удар такой в спину получается. И хитростью Михаил захватывает конетабля Латинской империи Буфа и распинает его. И трех рыцарей и капеллана их просто взяли и распяли греки. Это конечно тоже неслыханная жестокость. Вовремени Генрих такой в шоке. Как это мы цивилизованные люди а тут такое варварство. А еще от таких вроде как посвященных греков. И далее Михаил еще приказал обезглавить всех латинских священников в пределах своих владений. он с папой только что недавно в переписке был и обещал быть верным слугой церкви. То есть человек очень коварный предавал направо и налево вечно крутился искал где бы что урвать кого бы подставить. Но открытой борьбы с Латинской империей все-таки он боялся. И когда Генрих пошел на него он там бежал в горы откуда его невозможно было достать. Ну и там уже искал замирение. И ему это удалось каким-то чудом. Генрих с ним завелился. И вот между 1212 и 1214 годами Михаил уже в союзе с империей и против Венеции вчерашнего своего союзника. И ему тогда удается отбить у Венецианской республики города Дерахий ну или же Драч и Керкира. Но вскоре такая лживая и коварная политика двуличная обернулась боком. В конце концов в 1216 году Михаила в его собственной постели зарезали. Видимо кто-то подкупил его слугу потому что достали бесконечное предательство. Трон Эпира наследовал брат сводный правда брат Феодор ангел Камин Дука. И вот он был законнорожденный. То есть отец тот же но Михаил не законнорожденный Феодор законнорожденный. До того Феодор был в свете Ласкарей. Это вот был Констакин Ласкарь там был брат Феодор Ласкарь они закрепились в Микее и там вот этот Феодор Камин Дука тоже был. и Михаил попросил отпустить брата ему в Ипир и Ласкарь согласился но правда взял с Феодора клятву что тот будет верен семейству Ласкарей. Первым большим успехом вот этого Феодора Дуки после того как он получил власть стало пленение нового латинского императора Петра Дюкортене а этот Петр только получил корону вот он только из Франции прибыл там видит что Дерахий захватил как-то противоправно противоправно этот Михаил и решил отбить и в ходе осады Дерахия попал в плен и в плену у Феодора этот Петр Дюкортене через два года умрет также попал в плен папский легат кардинал Колонна и папа тогда возмутился и призвал католический мир к крестовому походу противопира Феодора испугался легата отпустил папе написал что я прошу меня прости и буду твоим верным вассалом только извини без папы папа в итоге Феодора простил и более того он венецианцам написал что это теперь мой вассал вы не смейте с ним воевать и венецианцам пришлось отказаться от попытки отвоевать обратно свой дирахий ну тот дирахий который до того захватил Эпир и более того венецианцы заключили с Эпиром мир на 5 лет обеспечив себе такой тыл с запада Феодор приступил к главной цели отвоевания земель Македонии где тогда правил молодой сын Бонифация Димитрий ну и вообще у Димитрия было сложное положение он был молод против него были бароны Димитрий пытался завидливать с греческим населением оно не особо на его сторону становилось а бароны были резко против ну Генрих его там поддерживал конечно но в принципе конечно симпатии местного населения были на стороне грека тем более такого знатного грека представителя рода ангелов камнянов и дуг и Феодор легко захватил такие города как Ахнида Прилеп Платамон и новые патры и косвенно Феодор также помог в союз с Сербией потому что свою дочь он выдал за сербского короля Степана но одновременно Эпир вошел в конфронтацию с Болгарией потому что Болгары тоже претендовали на вот эти вот земли на Македонию на Фракию ну и не скрывала своего как бы желания побороться за то чтобы под своей эгидой восстановить Византийскую империю также Никейская империя где к тому времени стал править Иоанн Ватоц но Феодор был первым кому удалось покорить Македонию в 1224 году он уже короновался в Дессалониках как император более того его не хотел короновать местный митрополит потому что патриарх был в Никее и он не хотел ссориться с Никейской церковью и в итоге архиепископ Ахрид короновал этого вот самого Феодора что вызвало конечно же большую напряженность в отношении с Никеей потому что Иоанн Ватоц тоже был коронован как император и он видел себя единственным императором а тут какой-то Феодор тоже император и непонятно еще кто из них правоприемник Византии ну и вот в Никее конечно же такой видный деятель этого государства как Акрополит высмеивал эмпирский двор говорят что скорее это болгарские обычаи а не греческие типа это вот такие варвары а Эпирия в свою очередь высмеивали никейскую церковь называя никейского патриарха пастырем Вифини что это типа вообще там Азия и Финия а не какие-нибудь греческие сконные земли ну в общем очень они между собой враждовали но Никея еще была не так сильна чтобы всех побороть и на Балканах конечно же Эпир тогда господствовал среди вот таких постгреческих государств Феодор покоряет все новые и новые земли он идет на север он захватывает Адрианополь а на минуточку Адрианополь уже к тому времени попросил вся под власть императора Никей и Ватоц не спорит он отзывает гарнизон и Адрианополь захвачен Федором и далее Федор идет уже в сторону Константинополя и на пике своего могущества Эпирский Деспотат но это условное название Деспотат потому что Федор уже себя императором убил вот включал земли Греции Албанию Македонию часть Фракии почти доходил до Константинополя оказалось еще чуть-чуть и Феодор восстановит ну по крайней мере европейскую часть Византийской империи захватит столицу и станет уже таким императором настоящим и он уже даже себя именовал соответственно Феодор во Христе Боги верный царь и самодержец Ромеев Камнин Дука вот как самодержец Ромеев то есть император Римской империи но да и в 1228 году он продлил мир с Венецией то есть с той стороны тыл у него был крепкий он даже заключил союз с императором Фредрихом Вторым тут конечно папа очень сильно напрягся потому что папе не улыбался союз его врагов Удриха и еще такому могущественного уже государя как эйпирский император но папа ничего не мог сделать кроме отлучения от церкви что он в чем-то император а вот грозным реальным грозным противником у Феодора был болгарский царь Иоанн Второй Асси хотя между император существовал союз то есть до того времени так эйпир успешно действовал у него на самом деле с Болгарией это был оформлен письменно союз и болгары были не очень довольны что эйпирцы все захватывают македойную там фракию но был союз и Асси его соблюдал а тут Федор почему-то решил вероломно напасть на Болгарию но мне кажется это очень такая авантюра но вот он видимо опасался что если он пойдет на Константинополь то Асси ударит ему в спину но Асси видимо был склонен соблюдать союз потому что когда Федор напал на Болгарию и пошел на Иоанна второго Асси то Асси пошел ему навстречу он там Половцев привел на свою сторону и у него на его знамени к знамени его была прикреплена та грамота о мире которую нарушил Федор ну и вот это 1230 год решающая битва между болгарами и эперцами была при Клокотнице и Эпир потерпел сокрушительное поражение феодор феодор был пленен и впоследствии Иоанн второй Асси феодора ослепил в Тессалониках остался править брат феодора Мануил который имел титул деспота ну деспот это второй по значимости титул после императорского Иоанн Асси не тронул Тессалоники но захватил почти все владения эперского деспотата то есть Эпатфракию Фессалю Македонию часть Албании до Дерахия но самый первый в общем-то не захватил Эпир там южнее чем Албания и вот в этих землях многочисленных которые он захватил болгарский царь оставил прежнюю администрацию прежние греческие албанские обычаи так что греки албанцы приняли его в общем-то очень благосклонно и не восставали Мануил Камнин Дука оставался править в Тассалониках 7 лет с 1230 по 1237 особо никуда из города не высовывался заключил союз с Ахейским княжеством также в Эпире он дал титул деспота своему племяннику Михаилу второму это сыну того первого Михаила который основал эпирский деспотат и вот этот Михаил второй правил собственно в Эпире теперь 1237 год в этом году Иоанн Асань женится на дочери вот того самого Федора который у него в плену и вот этот дочь просит за отца и Иоанн Асань отпускает слепого Федора в Ассоясе тот прибывает в Тассалонике изгоняет своего брата Мануила и становится опять правителем Тассалоника Мануил отправляется в Малуайсю сначала он у Турок потом он у Батацы в Икее тот подтверждает его титул деспота и отсылает обратно в европейскую часть на Балканы где Мануил получает свое дело он там становится править в Фессале это такие города как Лариса Платамон то есть это такая северная Агентация и вот все представители рода Камминов Дуг это Феодор в Тассалониках Мануил в Фессале и Михаил второй в Эпире они в конце концов между собой помирились и становятся такими правителями как бы единой лиги вот этой лиги дома Камминов Дуг в 1241 году грозный болгарский царь Иоанн второй осень умирает а в Никее усиливается к тому времени император Иоанн Батац в Никее там долго копят силы и они уже реально самое сильное постгреческое государственное образование и наконец он начинает отвоевывать части бывшей Византийской империи начинает с Македонии как раз вот с ее на Тассалоник правда сам город он не взял но он довольно быстро идет по стране потом ему приходится отвлекаться на восток потому что как раз это 1240-е годы когда идет монгольское нашествие это же не только на Русь оно шло оно шло и на Азию и монголы подошли к султанату турецкому и Батоцу пришлось вернуться в Никерию чтобы если что отражать нашествие монгол но монголы до Никеи так и не дошли в итоге но в Македонии там дела не остановились в итоге там вот этот Феодор он был слепой у него были сыновья там был Иоанн и по-моему Мануил что ли в общем Иоанн он в 1243 году отказался от титула императора признав верховенство Иоанна Ватоца а в 1246 году Ватоц захватил Дассалоники и все вот это уже стало часть Никейской империи и далее он захватил большинство владений которые были на Балканах из всех владений независимо остался собственно только Эпир под властью Михаила II и туда перебрался вот этот старый слепой Феодор бывший император сыновья которого не удержали Македонию и этот Феодор подстрекал Михаила против Ватоца в конце концов Ватоц не выдержал и пошел на Эпир походом ну там в горах правда Никейцы успеха долгое время не имели но Ватоц был терпелив он такой упорный и Никейская империя была богата в конце концов они задавили Эпир и те ему как бы пошли под руку Михаил II замерился с Ватоцом уступил ему часть земель это Фессалию а после смерти Ватоца у него был сын Феодор II он вел активную кампанию на Балканах он там пытался всех завоевать кстати довольно успешно действовал сам а потом у него был еще полководец Михаил Палеолог который в свою очередь станет еще императором восстановит Византийскую империю и этот Михаил Палеолог тоже воевал на западе там в Эпире ну и их борьба с Эпиром шла с переменным успехом одно время даже Эпирский деспот так воспрянул что собирался отвоевать Македонию и захватить Дессалоники но в конце концов все-таки Палеолог его победил то есть стало ясно что максимумно что Эпирцы способны это сохранить свой маленький деспотат там собственно в Эпире все остальное у них Палеологи в конце концов отвоевали а Эпир вот этот дом удержал дом ангелов фактически но они назывались Каминдука ну и они там правили до 1318 года а в этом году последнего там этого греческого деспота убил и свернул его племянник но уже из итальянского рода Арсини дело в том что уже к тому времени Эпир прочно входит в орбиту не столько греческую сколько южно-итальянскую ну и потому там уже были Арсини и Арсини там еще правили какое-то долгое время но это уже конечно к истории Византии отношения не имеет таким образом вот с Эпирским деспотатом все на этом этот выпуск я завершаю благодарю вас за внимание напоминаю что у меня есть патрон патрон.ком касая веры л подчеркивания к х о к л о в присоединяйтесь также к моему каналу на youtube ставьте лайки подписывайтесь ну и в следующий раз поговорим о ники эспири еще раз спасибо за внимание до свидания до новых встреч а у не о а о Продолжение следует...